вечер добрый события грянувшие на неделе будут со временем вписаны в историю нашей страны если не красными чернилами то большими буквами точно съезды партии разных у нас проходили и проходить будут и внимание большого не удостоится не то внеочередной съезд партии центра она конечно не двадцатый съезд кпсс но тоже вполне себе исторический можно с уверенностью сказать что завершилась четверть вековая эпоха эдгара сависара а вот чья началась ни с уверенностью не без нее пока сказать не получается вот аналитик эрик мора например считает что сейчас у страны вообще нет лидера зато получается парадоксальная картина партия которая последние десяток лет была в оппозиции самым непосредственным образом поспособствовал развалу правящей извините за неудачную рифму коалиции то есть политическая сила выступающая против руководства страны с которой власть не то чтобы знаться на порог пускать не хотела сломала не просто этот порог но разрушила весь храм реформистской власти который строили те на протяжении почти 17 лет я потом что непонятно объясню известно что у центристов давно зрели внутренние противоречия но раньше они заканчивались выбросом порции недовольных центристов в ряды других партий зато теперь недовольные сплотились и к власти привели умеренного политика юрий ратаса операцию на теле партии провели разрез зашили можно жить дальше но мы знаем что после хирургических вмешательств бывают осложнения и как будет себя чувствовать организм этой партии мы узнаем ближе к местным выборам здесь ведь остается открытым вопрос так называемого списка сависар он может перед выборами в местные органы власти выступить со своей командой и никто сейчас не скажет сколько голосов она наберет но понятно что много а это возможность попасть во власть в таллине поэтому подождем посмотрим о чем они договорятся а теперь поглядим почему этот съезд и его результаты привели к тектоническим сдвигом во властных структурах всего нашего небольшого государства правящая коалиция которую управляет страной то есть заполняет министерские места и имеет большинство в парламенте устала две партии социал-демократы и ирл давно относились к третьей реформистом скажем как жена к самодовольному и капризному мужу это для сравнения потом она еще всплывет и в такой ситуации для разрыва нужны две вещи уйти надо не на улицу а кому-то а я полюбила другого ну вот свершилось только не возражай мне и не нужно сцен и вот тут оказался очень важным съезд центристов и его результат дело в том что все остальные партии отказывались сотрудничать с центристами из-за того что их возглавлял сайусар причины были разные сейчас это неважно и вот главой центристов стал юрий ратас а надо сказать что и муж наш в смысле реформисты ничуть не радовался сожительству с женой точнее двумя женами у которых по многим поводам было свое мнение один из таких случаев требования отозвать депутатов парламента из советов государственных предприятий и фирм это значит оставить без дополнительных денег и возможности освоения своими людьми всевозможных заказов и подрядов а это уже большие деньги по масштабам нашей страны а когда ваша дорогая супруга хочет лишить вас денег которые завидной регулярностью наполняют ваши карманы то поневоле задумаешься как бы от нее избавиться но разумеется без криминальных последствий и вот вам здрасте появляется потенциальная невеста в виде партии центра как бы отринувшая своего родителя ее можно пригласить в коалицию а прежнюю несносно чтобы не сказать ненавистную можно будет выставить за дверь вот такая комбинация виделась мужу премьеру ривосу его министром и закулисным манипулятором а дальше начинается детективная история председатель социал-демократической партии евгений осиновский публично заявляет что реформисты начали переговоры с центристами опередили власти и распределение портфелей в новом правительстве он даже сообщил цифру 8 мест правительства реформистам и 7 отдать центристам второй партнер по коалиции партия ирл тоже считает что сепаратистские переговоры велись надо заметить что и цах нас осиновским вероятно много беседовали вместе перекуривая поскольку работали в одном здании на это обратил внимание еженедельник есть экспресс ривос категорически отрицая дескать он не вел мы не вступали в переговоры дальше нам о цене идет семейная дрязга а за кулисами осиновский цахкна глава и р.л. решают выселить из дома хозяина и привести нового центриста юрий ратаса вы может думали что политика это высокие материи а это занятия не для белых перчаток и так министры имеют право отозвать депутатов из советов предприятий и осиновский цахкна быстро проводят эту операцию и лишают реформистов их мест в советах на мой взгляд это была вилка выставленная реформистом но вы помните что наш глава семейства самодовольный и капризный вместо того чтобы согласиться принести жертву реформисты отказываются поддержать инициативу партнеров рывос в этот критический чтобы не сказать трагический момент говорит о необходимости провести дискуссию по этому вопросу искать взаимоприемлемые решения то есть решить так чтобы никак не решать именно на такую реакцию и рассчитывали социал-демократы с р.л. они делают обиженную мину и с ней идут к центристам активное действие руководства социал-демократов и партии р.л. на первый взгляд поспешные а на второй единственно доступные возможные и правильно рассчитанные на закоснелую реакцию реформистов сделали они возможным свержение реформистов которые управляли страной почти 17 лет к ряду они были настолько уверены в незыблемости своих позиций что проглядели простую комбинацию мат вам мат товарищ грасмейстер да мат и теперь коалицию создают центристы социал-демократы и р.л. в этом триумвирате тоже не будет безоблачного сожительства центристы имеют много точек соприкосновения социал-демократами в нормальной стране они давно бы объединились и создали мощную партию центра но у нас пока не получится а вот и р.л. имеет несколько иные представления о путях дальнейшего развития государства и у нас тут пока есть несколько вопросов главный это налоги новая коалиция может ввести новую налоговую систему по которой богатые будут платить больше а те что победнее станут больше получать и некоторые предприниматели же говорят о том что ничего хорошего экономики страны этот поворот влево не сулит а реформисты уже начали пугать народ именно левым правительством и тут интересную вещь высказал крупный предприниматель пищевик олег гросс купивший недавно вертолет человек богатый может себе позволить так вот он заявил газете а репеев что пугать ливизной не стоит по его мнению на стране нет ни одной сильно левой да и правой партии тоже другой крупный бизнесмен юрий киаус считает что будет введен прогрессивный подоходный налог но он ситуацию в экономике не изменит но реформисты уже настолько утомили что туда им и дорога сперва так пойдете а потом эдак а после вокруг да около да не торопитесь подумайте по дороге то а вот ривос написал своем твиттере что мы дескать будем бороться за правую эстонию и без молвной капитуляции вы не дождетесь рекомендую всем и сам буду вести открытые дебаты в парламенте тут все смешно говоря о дебатах в парламенте он наверное имеет ввиду те шутовские выступления когда депутат задает вопрос министру а тот отвечает нечто в духе все давно ясно известно и нечего задавать глупые вопросы на что оскорбленный депутат отвечает что-то вроде сам дурак и такие упражнения в сомнительном остроумии если я правильно помню изобретение все той же реформистской партии если не самого нашего андруса туля тайвас аппи ансипа кстати он тоже поучаствовал по мере сил в нынешнем провале своей партии сейчас не будем вспоминать его пророчества о том что мы войдем в пятерку самых богатых стран тут люди просто неправильно поняли вот это мы он видимо имел ввиду себя там свою семью и вошел таки да в эту пятерку а мы пока по многим показателям в пятерке но не сверху списка снизу но сейчас интересно другое его предсказание вот она по сути взгляды центристской партии не изменились поэтому партнером по коалиции она в ближайшее время чисто теоретически стать не может не прошло и недели как еврокомиссар ансип в очередной раз попытался что-то предсказать и вот она лужа хотя на улице стужа любопытно что один из основателей партии реформ мели сатанин который давно уже отошел от партийных дел прямо заявил что в неудачах реформистов виноваты ее руководители что касается право эстонии за которую рыба собирается биться с врагами путем дебатов то здесь опять смешная вещь после совещания верхушки реформистов парламенте 8 ноября он заявил что мы обсуждали среди прочего повышение одних пособий улучшение с другими пособиями перераспределение того раздачу сего это как раз не правая а левая эстония это то чего требовали социал-демократы будучи в коалиции и в чем их упрекали и тормозили все те же реформисты вот уж поистине уройл гений на все времена включая нашу демократию а фраза рейваса о безмолвной капитуляции намек на то что пяц в свое время без единого слова сдал эстонию советскому союзу это очень важная фраза реформисты выходят воспринимают сложившуюся в стране ситуацию как войну с непримиримым врагом которому нельзя сдаваться один из бывших претендентов на пост президента аларн хикс довольно точно определил такое поведение реформистов они дескать швыряют беспорядочно гранаты как в партнеров так и в публику и следующий шаг точно кричать дескать правительство в опасности призываем народ на томпе правительство в осаде вот только я не уверен что народ побежит на вышгород в ситуации когда реформисты одолели его всевозможными налогами и поборами один акциз на электричество чего стоит а сависаром пугать уже не получается власть реформистов оказывается держалась едва ли не исключительно на этом страхе более того премьер-министр на этой неделе ведет себя точно как эдгар сависар надо вовремя понять и отойти немножко в сторону но и вас тоже держится до последнего обвиняет в правительственном кризисе партнеров по коалиции и может искренне считает что те спровоцировали этот кризис но если это так то ему прямая дорога на свалку истории на самом-то деле у него были две возможности в ситуации сложившейся после переизбрания сависар премьер мог немедленно согласиться с претензией партнеров по коалиции и вывести всех парламентариев из советов госпредприятий таким образом карта социал-демократов и партии рэл была бы бита и партия выиграна но он или не понял расклада или ему не позволили сделать этого за скорузлые умы старших товарищей по партии но дальше рыба смог бы использовать последний шанс уйти достойно партнера считают сотрудничество невозможным я тоже так считаю поэтому снимаю себя полномочия это была бы хотя бы хорошая мина при плохой игре но и тут не хватило ни самолюбия не смелости не уверенности в себе а любовь к себе как бы оскорбленное достоинство которое можно было наблюдать начале недели во время оглашения передачи председателю парламента текста вот ему недоверия премьер-министру оппозиции в критических ситуациях не многого стоит как тебе не стыдно это мне это стыдно это тебе должно быть стыдно можно спросить а как на все это смотрит наш президент керсти кальюлайт которая кстати сразу после избрания сходила к официального фотографа чтобы канцелярия могла напечатать портреты первого лица и распространить это лицо для развешивания по стенам государственных учреждений в некоторых средствах массовой информации стали говорить о том что дескать но неудобно как-то напоминает непременный атрибут на стене любого учреждения или организации пресловутое советское время то ли это критика подействовала то ли еще что но керсти кальюлайт отказалась явиться на церемонию благословления ее на должность к начальнику эстонской лютеранской церкви вильма тот как бы обиделся ведь заведенный еще леннартом мире обычаи не нарушал ни один президент если я раньше в церковь по подобным случаям не ходила а теперь заявлюсь народ удивиться и не поверить в такую религиозность сказала керсти кальюлайт это пожалуй первый поступок президента заслуживающие внимания и уважения так вот нынешний президент сказала что депутаты члены советов предприятий это нарушение конституции то есть не поддерживает она реформистов хотя прямо об этом не говорит ну и ко всем этим пертурбациям в кучу еще и амерзит выборы трампа в коллеги нашей кальюлайт одни говорят мир постепенно сходит с ума другие потирают руки дескать наконец-то и америке пришлось выбирать из двух зол а третье считают что в западном мире при сложившейся системе демократии начинают править старики то есть и брексит и амерзит это все результаты демократического голосования на которые являются только люди в возрасте и поэтому нельзя несправедливо списывать человека только потому что он стар годами ну и завершая наш реформ зит хочу сказать что не случайно эксперты отмечали мол реформисты это оборотная сторона центристов реформа держалась у власти потому что успешно культивировала в эстонском народе страх перед сависер не дай бог сависер придет к власти это же будет конец всему туши свет суши весла и как там еще можно сказать про катастрофу местного масштаба она так расстроила всесезонного министра лиги что он назвал партнеров по коалиции даже не проститутками а словом которое на русский язык переводится как ну вот тут есть разночтение одни считают что она хоть и кончается на мягкий знак но не печатная и в эфире его произносить неприлично другие говорят что владимир владимирович нет маяковский печатно заявил в стихотворении вам что он лучше будет этим самым которая из пяти букв в баре подавать ананасную воду ну и поскольку самый на сегодня популярный человек в мире дональд трамп за все время своей президентской компании успел разобидеть всех кроме одной категории американского населения какой правильно евреев так вот что они думают о нормальной семейной жизни изя чтоб ты знал девушка должна уметь закатывать три вещи банки глаза и истерику да 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 и губу сильно не переживайте и будьте здоровы а